Карен дорогой приветствую! Привет! Очень рад! Взаимно! Ну после нашего мистического начала традиционного ты хотел бы говорить уже о вещах более тонких и серьезных и я очень счастлив что у нас продолжается вторая неделя фестиваля посвященного музыки хачатуряна на этой неделе у нас настоящему праздник потому что во-первых у нас россыпь удивительных солистов и три самых таких выдающихся инструментальных концерта это литичный концерт это виланчельный концерт апсодия и фортепианный концерт и все все эти концерты написал один композитор арам ильич хачатурян особенно нужно отметить это не просто будет исполнено ну за листами у которых это в репертуаре там и так далее людьми которые не имеет непосредственное отношение к этому композитору как у меня первая скрипка трио имени хачатуряна карен шальгалдян добрый день вечер спасибо за уточнение что первая скрипка да действительно знаменитый солист и скрипач в ряд многих народных конкурсов инсталирует по всему миру мы с тобой уже играли нет большая честь и удовольствие всегда расскажи пожалуйста в первую очередь о том как ты что ли себя концерт скрипичный потому что я полагаю что просто выиграть чаще других правда абсолютно логичное предположение во первых спасибо за приглашение в передачу я очень рад что мы не первый день знакомы и можем друг друга называть по имени хочу сделать большой комплимент и сказать спасибо за программу первого концерта фестиваля потому что была исполнена у вертюра приветственная приветственная я к своему стыду про нее не знал про эту вертюру арама ильича замечательная музыка я очень рад что это была твоя инициатива эту редкость исполнить про концерт скрипичный вот именно буквально так то есть каждый год практически я когда начинаю переговоры о следующем там сезоне или через следующий сезон организаторами концертов и рекламе филармонии я как правило посылаю список тех концертов которые я хотел бы играть в следующем сезоне и там конечно есть по 4 но там есть и другие вот нам сказать что больше чем половине случаев выбор выпадает все таки на концерт 4 она о чем я совершенно не жалею я очень люблю этот концерт он не не самый простой может быть для солиста потому что во первых по объему там просто много музыки и там довольно значительная ты прекрасно об этом знаешь партия оркестра которая зачастую скрипку в общем подавляет в хорошем смысле то есть действительно развернутая партитура то не очень просто для солиста найти свое место в этом что называется так как я уже лет двенадцать наверное живу постоянно в армении какие-то вещи действительно ты начинаешь понимать о фольклоре о характере какой-то ментальной составляющей я не готов сказать что это необходимо для исполнения музыки национальной иначе мы бы никогда не смогли сыграть все потому что есть тибелиусы и нильсон и немецкие все композиторы везде не поживешь но это не мешает скажем так это очень интересная тема своей стороны могу тебе точно сказать что долго прожив в италии итальянскую музыку там или оперы в большей степени оперы конечно по-другому начинаешь ощущать когда какое-то время питаешь себя моцареллу моцареллу в любом случае но при этом извини ты рассказывал уже несколько дней как раз про исполнение фортепианного концерта тибуде да который тебя поразило совершенно ив тибаде который играет парижским оркестром совершенно потрясающее исполнение но тут я просто хотел сказать что все таки хорошая музыка а все концерты 4 она не безусловно просто фантастические написаны достаточно просто не испортить а такие большие исполнители как ты и бд они только могут украсить эту музыку своим уже мастерством расскажи пожалуйста о деятельности трио имени хачатуряна потому что это настоящему супер профессиональный ансамбль но это еще и ансамбль который в себе хранит традиции как я полагаю потому что армине является еще хранителем директором музея действительно армине наша пианистка она уже почти 20 лет она директор дома музея хачатуряна и надо сказать она знает почти все у хачатуряне что очень важно но если говорить про трио мы в следующем году уже вступаем такую некую категорию серьезно потому что нам 25 лет все-таки для камерного ансамбля особенно для трио трио вообще в принципе в мире не так много постоянно существующих то есть это для нас самих уже ответственность такая серьезная и надо сказать что в этом составе с арминея с кареном мы играем уже скоро будет почти 20 лет потому что трио основал как раз карен качарян в 99 году он с первого дня с первого состава играл в этом ансамбле и действительно очень много наработано три уже это это вот действительно как как семья вот как жену найти либо повезет либо не повезет и все вот параллели отношения внутри коллектива это вот абсолютное доверие должно быть между членами ансамбля ты просто должен быть уверен в своем партнере не доказывая ему что-то говоря свое мнение зная что его выслушают и отреагирует на него достойно либо добавив к нему что-то либо оппонируя ему вполне что только только приветствует но вы находите компромисс ну пока да вы наверное конечно же много путешествуете вместе вас много гастролей и вот нам приехали буквально пару дней назад с алтая в общем с одних гор спустили какие круче горы алтайские или кавказ но лучше гор как известно могут быть только те на которых еще не бывал карена скажи пожалуйста вот выбор программы три концерта вообще это большая заявка потому что не очень классический вариант скажем так концерта симфонического как вот вы решили это сделать связано ли это напрямую просто с тем что вы скажем такой продукт вашего трио или же это был какой-то план какая-то есть идея всего этого комплекс всего того что ты назвал потому что ну во первых действительно повезло что в трио три солисты которые могут эти концерты сыграть да то есть действительно эти концерты у нас репертуарные мы каждый их играем по отдельности в наших отдельных гастролях соло поэтому было логичным объединить это в одно событие эта идея родилась еще 10 лет назад когда босс когда было спидесятилетия рамыльча мы впервые попробовали обратиться вот к такому концерту действительно не просто потому что концерт получается одну мягко скажем не маленький потом есть дирижеры которые не очень любят скажем так весь концерт выступать со солистами я не очень например это понимаю по музыкантскому потому что все равно же это интересно ищем партитуры но тем не менее есть такая позиция у дирижеров что вот обязательно должна быть симфония я буду дирижевать этот концерт я знаю поэтому я хочу перейти к благодарности нет более того скажу что ну понятно все мы любим очень скрипичный концерт порты пьяный концерт редко исполняется концерт рапсодия для ланчелли тоже не так часто исполняется но все эти произведения они невероятно симфоничны и рапсодия она есть рапсодия а фортепианный концерт просто звучит как огромная симфония солирующим фортепиано я кстати был поражен когда узнал что ты играешь сам симфонию рапсодио концерт рапсодио вилончельную не важно мне кажется гораздо больше глубины в рапсодии согласен так возвращаясь к вопросу про про эту программу и надо сказать что вот с первого раза нам стало понятно после первого концерта что это очень удачный опыт потому что это очень яркий концерт и при том что он действительно по объему вроде как бы не маленький потому что мы наблюдали в публике по отклику от оркестров от филармоний это очень очень интересный опыт очень яркий опыт и очень хорошо воспринимающийся ну а мы конечно с удовольствием всегда это же обкатанная концепция карен расскажи пожалуйста о своих будущих планах я знаю что ты постоянно гастрадируешь традиционные вопросы к нашим гостям что в меню на ближайшее время но вот следующий год как я уже сказал у нас 20 25-летие трио мы готовим большой тур по россии только из 25 концертов есть такая очень интересная и необычная идея на 25 лет сделать 25 концерт мы долго думали поэтому будет конечно думаю что не один тур а наверно два или может быть три заезда скажем так больших конечно будет много концертов в армении есть планы по гастролям в других странах которые пока еще не известно как все будутся учитывая наши реалии современные политические и так далее но об этом не будем есть несколько планов по записям современных композиторов инициаторы этих записей это вот наш общий друг коллега максим новиков мы должны записать произведение таллипхона шахиди и концерт анны сигала замечательного композитора вот планов много дай бог чтобы все это сбылось ну наверняка так и будет и я желаю конечно огромной удачи тебе в этом у нас обычно такой завершающий вопрос о твоем отношении кисловодску филармонии к оркестру наверно ты часто бывал тут и бываешь я вообще очень люблю города с историей и филармонии с историей да я люблю что называется старые сцены да на которых вот а вот здесь вот стоял лирическое отступление маленькая училась когда в консерватории я учился у виктора четвертикова его в основном не было в москве он очень много гастролировал тогда и очень часто я или приходила на консультации карине василий бачковой ну и мы как-то она ко мне хорошо относилась и я пару раз играл с ее пианисткой знаменитая такая была была ракова легендарная она консерватория ну лет 70 работала условно говоря я тогда совсем молодой то есть она мне казалось легендой я к ней пришел играть как сейчас помню мелодию чайковского домой припетировал начал вот первый тактата она ставил бы ты знаешь я вот играл это когда-то с додиком потом мы это играли с ленечкой потом цветенька играли олежек еще с ним мы играли свободенькой как-то играли пару раз потом еще я пойду я с детства очень люблю традиции да я обожал разговаривать со старыми музыкантами с профессорами с точнее не разговаривать конечно слушать то что они говорили между собой я рядом сидел и слушал поэтому сцены на которых очень многое происходило до до тебя для меня всегда очень важны тут история конечно феноменальная когда в музее смотришь на старые афиши месяц концертов допустим оркестра ленинградского с мравинским до 30 концертов они сыграли пример рахмайнов ну кого не назови тут же все были действительно я в этом смысле романтик мне очень важно вот это вот вся атмосфера которая дополняет твой выход на сцену поэтому я обожаю такие города как вена допустим куда не ступишь ты вот буквально наступаешь на на память о каком-то великому композиторе в кисловодске вот этого таура очень есть мне лично это очень помогает я очень люблю старинный вот этот вот зал сафоновский и современные степенский тоже очень люблю по своим словам я очень рад быть здесь всегда когда мы пастаем укроп ну ты тролль да Субтитры создавал DimaTorzok